Такс, ребят, у вас там стрим сейчас упал, поднялся, я возвращаюсь к вам просто без задержки тупо, потому что здесь далее все по реплеям будет, все мастерскап, как вы понимаете, вот, что-то стрим подлагивает, сейчас все пойдет, все норм будет, не волнуйтесь, да, вот, все пошло, не унывайте, пилю рекламку, включайте колок, подписывайтесь на время, поддержите мой канал, поддержите, потому что надо пополнять призовой на апрельский наш турик, всем спасибо, кто поддерживает, 50% всех моих поддержосов идет, короче, именно в призовой, вот, 4 часа вечера, дня точнее, у нас времени, Сулсмана играет, на полуфинала я успел, на первой, правда, мне на первые игры, 2-1 счет, Сулс, сегодня выиграл Блая, 3-1, сейчас он бьет с Маной, проигрывает ему, далее Нерщу и Термал по репкам, матч же третье место и финал, я, правда, не знаю, как там это все будет, в какой последовательности, но это все будет сегодня, я так понимаю, вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас я что-то окошко приоткрою немножечко, ребят, тут темно стало, буквально на секунду отойду, а то было не отойти из-за турнира того же. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тебя — это HilameTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не ем ничего практически я... Соло против маны... Смотрите, какой пуш интересный приходит от соло... Ооо... Оракул минус... Талкли минус моментально... Два циклона, два марика, два гелика... Прирост гг мани... ВП... Тусул... И батарейку выпиливает... И пилон выпиливает... И рабочих выпиливает... Ну это невозможно выиграть... Вот такие... Чуть как-то на изичек все зашло... Извиняюсь, что отошел на секунду... Но... Стрим с 7 утра идет... Как и в предыдущие дни... То есть уже 9 часов вообще-то... Была дота... Мы посмотрели... Сегодня... Группу, где наши играли... Наши сегодня даже эффекты выиграли... Но это ничего не решало... Туса выиграли... Вторая группа до сих пор идет... Там, блин... Переигровки какие-то жесткие... Вот... Получились... Ну и StarCraft... Смотрели... Лан-турнир... Томский... От ФКС... От Хавака... Спасибо, что пригласил стримить... Было весело... Вот... Спасибо пацанам за участие... Везет вам... Не в каждом городе... ФКС делает турниры по старику... Поэтому Хаваку респект... Рема напишет... Что-то у него прибомбило... Но он понимает... Что здесь не втащить уже... Короче... Ждем решающую пятую игру... Такие дела... Челик... Тебе что надо, а? Единственное... Финал какой-то не очень был... В том плане, что... Розенкран развалил просто... И все... Блин... Извиняюсь... У меня в голове как будто бы задержка... Задержку-то я вырубил... Призовой там был чисто символический... 1800 рублей... Насколько я понимаю... В этом турнире... Турнире... Тысяча первое... Пятьсот и триста... По-моему... Так распределено было... Как там... 10199... Поддержал ваш канал на 115 рублей... Там ошибка с розенкраном... Сеткой, наверное, потом поменяют... Розенкран победил... На турнире на этом... С чем его и поздравляем... Так... Спасибо всем, ребята... Мужик... Говорит... Значит, подержал сойдет... Вот... Конечно, не супер гигантский... Но... Какой есть... На том и спасибо... Так... 112 рублей у нас... А это значит, что... 56 мы добавляем к призовому... Безусловно... А тут... Мана против Сауля... Пятая игра... Это тоже я на YouTube все выложу... Этот турнир, ребят... Сегодня еще Nation Wars... Будет вечер... Корея там... Ну там изи для Кореи... Вчера было интересно, что... Что... Мажор всех нагнул... Там каретер... Наши КСМ атакованы... Лучше был... Ник 115... Подержал на 10199... Федор, блин... Ты сегодня что-то много умных вещей говоришь... Тебе так не кажется... И что слишком много... Так, все изменяюсь за чавканье за этим... Просто... Сегодня не кушал Проксики ничего... Домой пойду после Турика... Вот этого... Так... Проксифакта... И покушаем... А Кузя еще более умные вещи... Говорит у нас, оказывается... То есть сегодня... День умного чатика... Воскресенье день такой... У нас хороший... Знаете ли... Мне не попрощено... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Здорово... Дроп Минокс, Прокси, Факты, Асола... Поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает... Передаю эстафету на донат Федру... АКП поддержал ваш канал на 200 рублей... Хрена вы синхронисты, ребята... Вы как синхронисты просто... Вам бы с окунем в синхронное плавание... Пожестче наших девушек бы тащили... Красавчик, короче... Красавчик... Поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает... Хас голосовым сообщением... Спасибо, Голи... Ну вот в связи с вашим обрушившимся шквалом... Поддержался, да... Миша Джексов... Миша Джексов... Врубился даже, да... Или кто это там... С лунным походосом... Второй рейс минок, ребята... И опять сюда же главное... Отсюда прилетели... Федор поддержал ваш канал на 501 рублей и сообщает... Держи, братюнь... Я не на словах, а на деле... Спасибо, Федор... Спасибо, пацаны, ребята... Приятно, реально... Сейчас я все посчитаю... Призовой пополняется... Уже... Точно уже гораздо больше 10% будет собрано... Уже почти 10% на... За сегодня... На Лан Московский... Ну, с такими темпами я уверен, что... До 70% мы изи доведем, как бы... Ну, если мы быстро до 70% доведем... Ребят... Если мы быстро до 70% доведем... За несколько дней... То, может быть, тогда и... На большее получится собрать там... Я не знаю... То есть... Я хочу, чтобы четвертому месту тоже что-нибудь досталось... На этом турике нашем... Вот... Конечно, вообще... Как бы... Круто было, чтобы и пятому, и шестому, и седьмому, и восьмому было... Но это, блин... Надо совершенно другие бюджеты... Призовые... Вот... В общем, вы сами понимаете... Ну, у меня еще там... Ну, я еще... Блин... Я Вориану там... Хочу вот... Созвонить с ним уже несколько дней... Потому что 1хбет там... Он хотел мне струнического-то там... Предложить... Ну, или то, что там поговорить про это... Может быть, что-то... И с туриком они там мне помогут немножечко... С призаухой... А еще Брюсу отписать тоже хотел... По поводу там некоторых дел... Так... Ну что же... Агрессивный блинк на мейн со стороны маны... Подрезал пристройку... Потерял двух сталкеров... По-моему, больше потерял, чем убил... Вот именно с данного блинка... В целом-то потери, конечно, соулы выше в этой игре... Но этой депохе уже, видимо, не жить... Хотя... Починить ее можно... И мана так куда-то ушел... Смысл ее давать догореть... Соулы вообще... Не контролят против депохи... У него есть... Есть запас по лимиту... То есть он думал, что мана выбит... Мана просто забил... А депоха догорела, короче... Депоха просто взяла и догорела... Странная позиция для барака слабая... Бункер в итоге вообще этот чинить... Как непонятно еще... Все, депоха выгорела... Мана опять на мейн заходит... Да, смотрите, зашел на мейн... Реактор срезал в очередной раз вообще... Оп, хорош соул, смотрите, как мародер сел... Но он, по-моему, сел уже после того, как все выстрелы достигли своей цели... А может я не прав и от пары увернулся... Тогда он спасся реально... Та, точнее... Соло его спас в игре контролю сумму... 94-95 по лимиту... Мана вовсю третий никс добывается... 1-1 грейда заказано... Иммортл делается в робо и робо бейдис... Колоссово... Иммортл в колоссов... Плюс 3 гейта, 6 гейтовка... Все нормально, все стандартно... Все работает... Так, тут пришел... Так... Мама дома... А я думал, мама не дома, что тут? Вот... Поэтому нормально дверь откроет... Нет, будет умыть... Техав тебя не забанит, он банить не может... Но я тебя забаню, есть ты тут будешь людей посылать... Сидеть надо Надо жить дружно Как по коту Леопольду Соул тут с разных направлений Пытается ману шатать Минус Фатонка Минус батарейка Отключилась все в итоге Слушайте, ну соул не сфокуснул Но если он всю армию будет здесь отдавать Это будет не очень выгодный, мягко говоря Для него размен Так, ну что же Здесь у нас движуха идет Идут с канону Соул по лимиту лидирует Ссылка на одноклассники Восклицательный знак в правом верхнем углу Уже привыкнет, что там инфа есть И там все есть, что нужно Так, ну вообще соулы все хорошо По лимиту, но по грейдам скоро все будет плохо А если у него все будет плохо по грейдам Камана третий никс установит Он может закомбетчить вообще в легкую Просто сейчас Я здесь Ну за камбетчат ли я не знаю Так, стимится соул Пытается ману давить Есть гасты Но Чем колоссов Соул сыграть Сконтрить ЕМП раз Только одно что ли прошло Да, только одно ЕМП проходит Вилтофилды от мана Очень четко встают сюда Соулу уже и нету Плюсов по лимиту особо Единственный плюс для соулу Что он до 2-2 маны давит Но колоссы все живут Вот четко мана отконтролил Хладнокровно Соул домой бежит У него было почти 30 А лимитов плюс И теперь он уже в минусе даже Как только у мана 2-2 будет Он может начать агрессивничать И соул может просто не выдержать Этот прессинг Здесь уже четвертая Цецеха Планетарка готова То есть соло экономика лучше У соло 2-2 мана будет сидеть Тоже дождется соло Ских 2-2 грейдов Здорово, Яков Я не знаю Почему ты не знаешь Я уже жужжал последние дни Правда, что Турик будет Скидывал ссылку на регистрацию Но теперь тебе Ты только запись можешь посмотреть Данного Турика Вступай в эту группу ФКС Как бы Томского Может еще Хавов Что-то будет делать В будущем Не знаю я Сейчас у всех Такие эффекты Кузя 20 лет Старкрафту Исполнилось Вообще-то Для тех, кто не знал Тебе и другим Ребятки 20 лет Старкрафту Исполнилось Вчера Точнее Исполнилось Ему 20 лет Насколько я понял 31 марта Вышел Первый Старик В далеком 98 году Это да Это не с первым апрелем Связано Это связано С этой датой Короче Ребят Мана уже идет вперед Крыты 2-2 У соло 2-2 Конеца Цеха падает Моментально ТП у него Ищ мало было Мана Захух Учил Вот пожалуйста То Как можно Игры отдавать Вот соло Реально Крутой тиран То есть У него ММР Прекрасный Просто Но Но Особенно Своим Соочистником Маном Всяким Он разваливается Все время В против них Вообще Из трофейного фонда Мне ничего не выпало Я даже Твичу К своему Не прикрутил Эту хрень Выпадалку В связи С чем Каюсь Конечно Перед вами Кто твич Смотрит Потому что Ну Это халявные Ништяки Для вас Но у меня Просто реально На это время Не было Я очень мало Твич Последние дни Врубал И В общем Дело Так Так Что мне там Теледва Спамит Так На Теледва Мне сотка Приходит На телефон Что-то Кто-то Вместо Киви Мне на телефон Кинул Спасибо Большое Ребят Но я Как-то Раз Разбатил Людей На Телефон Короче Чтоб Они мне Деньги Положили Они мне Шесть соток Положили Как бы И у меня До сих пор Там Денег Просто Сейчас Скажу Сколько Почти Четыреста Было Короче Триста Восемьдесят Было А сейчас Четыреста Семьдесят Короче Так Подловил Сол Короче Ману Мана На муле Сливается Колосс Поддает Тебе Временем Вообще Вот Лог Добыч Помню Мне Это Наверное Не С такими Темпами Буду Разговаривать До Середины Лета Наверное Хватит Точно Кайбу Так Спасибо Всем Большое Хотя Теледва По сравнению Вот Если Теледва Как Залетать Теледва Как Раньше Жрал Так Мне Вообще Хватило На Год Наверное Бак Сейчас Он Жрет Больше Конечно Сто 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 Обложил Ману Полностью Либераторами Своими Феникс Один Бомбит Либераторов Его Некому Было Наказать Ну вот Марик Прибежал И Феникса Сбивает Он В одно Лицо Сталкеров Манок Это ведет Не туда Их Соул Громит Здесь Либератора Дальше Передвинуть И здесь Добыча Соблокирует Сключить Т-минус Мана Это Победа Соула Пойдет Он Далее Кстати Там Следующий Матч Нерч Между прочим Против Ютермала Если Ютермал Нерч Асбреет То У нас То У нас ТВТ Финал Будет Кстати Как и В Томском Турнире У меня Иннета Как его Оценивает Ты что Из Пскова Что ли Или Почему ты Вообще Спрашиваешь У меня Нормальный Иннета Я его Нормально Оцениваю Псков Лайн Контора Называется Ну Она Сейчас Ростелеком Стала Подразделением Я так Понимаю Вот Так Ну Что Ютермала Нерчат Ждем Репки Так Добавить Надо Пацанов Так Сопранорус Переподписан 33 месяца Спасибо Сопрано У Кузи Рубль Привет Fox Hunter Спасибо тебе На соболезнования Я уж Как-то Забываюсь Ну Забылся В том Плане Что В деревню Никто Не едет Пока Ну То есть В деревню Поедешь А там Запустение Полное Вот Тогда Вспомнишь Об этой Хрени Вспомню Я Конечно Печаль Решим Но Все Мы Там Будем В общем-то Ну а Такую Жизнь Как Дед Мой Прожил Еще Прожить Нам Вот И По Возрасту 185 Как Бо И Войну Застал В подвалах Сидел И Бомбардировки Видел Финов Видел Немцев Видел Партизан Предателей Все Мне он Это Рассказывал Я Все Хотел Как Взять Камеру Один Раз Я Помню Деревню Снимал Поснимать Что он Рассказывает Потому что Ну Это Живой Свидетель Тех Событий Как Все Так Ему Хоть 10 Лет И Было Там В середине Войны А Вначале Это Уменьшено Как Что То Он Помнит Вот Все Вроде Всех Я Добавил Так Теперь Надо Посмотреть Сколько Там Чего Пришло Так Кузя 244 Так Войди Кузя Плюс Голи 244 488 Точнее Так Ну Что Спасибо Оксиопат О Спасибо тебе Большое Что-то сегодня На киви Пробрало Тоже Ребят С электронных Я не буду В турик Добавлять С электронных Я все Беру Себе Пока Что Там Надо На вывод Ставить Там Комиссии Все дела Вот Но я С этим Разберусь Моментом Короче Добавлю Во всех Там Пару Человек Кидало И Я не Нашел Короче Их Никнеймов Так Готи Да Тиньков Не закрыл Тиньков Пока Я не Закрываю И Карту Перевыпустил Сберовскую Новую Теперь Она Есть И Че Ты Игра Еще Не Начинается Так Ребят Знаете Че Там 195 Это Сотка Это 98 Плюс 1527 Плюс 244 Сопронорос Поддержал Ваш Канал На Тысячу Рублей И Сообщает Мару Изи 71 Сопронщик Залетел Вообще Так Спасибо Сопронщик Сейчас И тебя Посчитаем Так Здесь Я Все Посчитал Опа Все Пошел Лунвайт Интересно Мне Вот Финалы Полуфиналы Там Как Будут Так 975 Это Сколько У нас Чего 450 Бля Что-то Мне Совсем Надо Успаться Сегодня Башка Не Варит 450 75 35 485 487 Понятно Короче 487 Так Из Плюс 500 Добавить Это 2 Это 2 2 200 Будет Да Минус 13 Так Вот так Все Ребят Ничего себе Уже мы Ищили Сколько Подсобрали Так Не знаю Там Какая На Киви Комиссия На Киви Все Остается На Киви То Что Было На Киви Как Говорят Американцы Останется На Киви Понимаешь Ли Такие Дела Поехали А то Что Было На карте Останется На Турики Погнали Да я хз Там Плюс 50 Рублей На карту Сколько-то процентов Плюс 50 Рублей При выводе На карту Вот Так Киви В описании Канала Есть Ребят Кому Интересно Киви Есть там WebMoney Есть там Яндекс Деньги Есть там Paypal Есть там Все Что угодно Не 80% Это перебор 80% Не было Раньше Раньше Вообще Я помню Киви И Яндекс Ну Там Было Особенно Киви Была Халява То есть Там Был Во-первых Мобильный Банк На них На Киви Вот Он Был Бесплатный Как Потом Платный Сделали Плюс Там Процентаж Какой То Там Был Просто Процент За Вывод А 50 Рублей Не Было И Там Не Было Лимит Там Прям Сотку Можно Было 200 Рублей Вводить На карту Нормально Сейчас Как бы Уже Нет Смысла Малые Суммы Вводить На Яндекс Вообще От 500 Рублей Вывод Деньга Но Зато Если Мне Четки На Яндекс Чера 200 Рублей Кинули Сколько Можно Интернет Этими Оплатить Как бы Моментами Например Ну а На Пайпале Например Нет Комиссии Но На Пайпале Зато Например Короче Там Когда Тебе Кидают Комиссия Есть И Ещё На Пайпале Есть Прикол Кличел Прислал 5 Евро Но Это Давно Уже Было Как бы Вот Они Лежат Уже Больше Месяца Там Потому что Минимум 10 Можно Уводить А Конвертировать В Рублей Я Что-то Смотрел Смотрел Тыкал Никак Не Конвертировать Ничего То Так Просто Царью Термал Прилетел Рипера На Дронах Отдал Молодец Вообще Ну С Пайпала И Комиссия Большая При Поддержосе Именно При Поддержосе Не знаю Чё Там Это Зависит Короче С Пайпала Ещё Там С Турниров Как-то Возврат Там Ставили Что Тогда Было Жесть Кто Кто-то Дел Это Я Помню Так Короче Спасибо Всем За Поддержос Ребят Кстати Это Надо Перенести В месячный Как-бы Поддержос Получается А Это А Точно Точно Я вспомнил Ты говорил Да Это Жида Наша Любимая Наша Любимая Подруга Вот И Кудгейма В целом Интересно Она В жизни Тоже Такой Хернёй Занимается Или Всё-таки Нет Так 2д Похи Церка Стенка Полная Почему я Гугл Войска Не стримлю Во-первых Мне теперь Нельзя В игру Попасть Потому что Меня Выпилили За Емпьенчонг Олимпийский Турнир Потому что Не будем Говорить Что за Крыса Она Стучала На меня Что я Его Там Рестримлю Типа Мне админ Написал Говорит Не стрим Я один День Не стал Стримить А мне Наследить Чуть Тебя Забанили Я думаю Вот Уроды Написали В тот Бо День Хотя Б Я тот Б Турик Достримил Б Вот Да и Хер С ним С Гугл Войска Как Ну На поводу Главное У них У всех Не вестись Теперь Стримить Все Как Б Просто Мастер Снорм С Варди Пока Не говорил Если честно Что там Как Ну Вроде Как Б Нормально То есть Он Не пускал Меня На турик Близзардовский Как На свои Про свои Турики Мне Никто Кто Настучал Как Ты думаешь Что Настучал Крыса 0.7 Конечно Настучал С Кем То Еще Там Не Говорили Об Этом Что В Конфе Они Писали Аргент Или Как Там Я Вообще Хз Кто Это Такой Давно Давно Он Со Стариком Был Связан По Чем Он Связан Я Так И Не Понял С С С Давних Пор Вот При Этом Все Самое Поразительное Что На EM Пьем Чонг Это Не Было Даже С Русским Языком Он Конечно Если Даже Был Б Я Все Равно Был С Русским Я Но В Этом Так Прикол Был Такой Крыш Ребят Много Всякого Уфтопа Много Всякого Уфтопа Давайте Игру Смотреть Нич Против Ютермала Вообще Это Бьется Это Первая Игра Или Я Че Счет Не Проставил Это Первая Игра Бля Никс Ты Как Обычно Лунтизмом Начинаешь Заниматься Я И При Тебе Много Раз Об Этом Говорил Крыш Я Не Буду Об Этом Ничего Больше Говорить Это Старая История Уже На Немного Лет Затянувшаяся Как бы Вот Ну И Это Политика Влизер Поэтому Мне Например Приятно То Я Не Собираюсь Переходить На Доту Стримить Захотел Посмотреть Дотан Допустим Как я Люблю Посмотреть За наших Поболеть Зашел Просто В Доту Врубил Просто Стрим Как И Все И Не Паришься Че там Кто там Кайф Кто там Вообще Где Кто хочет Тот и Стримит Доступ В игру Есть У всех Получается Это Супер Круто Вообще Очень Крутая Тема Близерды Обосрались С фри Ту Плеем Вели Его На Несколько Лет Позже Чем Нужно Чем Нужно Было Это Сделать Как И Вот Эту Тему Тоже Как Им бы Не Мешало Хотя Вот Насчет Эта тема Я не знаю Как там Физика Старкрафта Движок Позволяет Лет Просто Я уже Говорил Когда Например Онлайн Отборочные На ВЦС Идут Вот Эти Вот Например А там Раньше По Ладеру По местам Ладера Ну Инвайт Был В топ 16 Как бы Вот Этих Отборочных Онлайн То есть Топ 8 Инвайт Прикиньте Просто У тебя В друзьях Есть Игроки Твои СНГ И они Там В последний День Все Упорно Катают Ладер И если Было Как в Доте Ты просто Заходишь В игрока Допустим В какую Смотришь Он играет С кем И ты можешь Покомментить Это То есть Можно Даже Без Турнира Там Такой Огонь Стрим Было Замутить Но К сожалению Такой Технической Возможности Нет С другой Стороны Я уверен Что Наверняка Разнылись Все Что Стратегии Их там Палят Там И так Далее Какую Нибудь Хрень Такую Но Если Ты Палишься Так Не на Ладере А кастом Катай Страту Ну То есть Чтоб Можно Было Поставить На Кастом Ках Ну Вот Этот Режим Закрыть Допустим Да Что Ну Нельзя Стримить А С ладера Чтоб Всем Можно Было Стримить Вообще Не Ну Просто Гэгэ Ребятки Победа Нерча Просто Вопрос В том Что Может быть Как бы Ну То есть Это Не хотят Делать Потому Типа Не хотят Испортить Процесс Там Игровой Тренировочный Я не знаю Ну А может Об этом Вообще Не думают Но Я считаю Что Вот Такие Темы Допустим Валве То Те же Да Как бы Если Вот Об этом Говорить Моменте Они Не парятся Вышел Харстоун Успешный Они Берут И свою Там Через пару лет Карточную Игру Выпускают Они Взяли ЮМС Просто Из Ларика Третьего Дота Дота Один Сделали Из нее Дота Два Просто Как бы И Даже Героев Всех Тех же Просто Название Поменяли И вышла Супер Крутая Игра Успешная Близзардом Париться Тут Нечего Нужно Брать Все Пусть Не там Целые Игры Но Фехи Которые Работают Крутые Себе Переносить Это нормально Как бы Абсолютно По-моему Ну Плюс Близзарда Еще Пустили На самотек В какой момент То есть То что Какие-то Организации Там Под себя Все Подминают Давят Там Других Комментаторов Там То есть Например Другие Сайты Там Твич Все Там Подседаем Понятно Твич Как бы Это Ему Нужно Уже Существует Из-за Зрителей И все Дела Из-за Своих Но Например Как бы Почему бы Не сделать Там Не поддержать Все регионы Как Валды То есть Прикиньте Сейчас В Доте Сколько Отборочных Всяких Вот То есть И Юго-Восточная Азия Южная Америка Северная Америка По регионам Континенты Все Кэш Евразии Не надо СНГ Отдельно Выделите Вы разные Регионы Что у них Там За регионы Такие Странные В Старкрафте Как бы Европа Вся Вместе Там Сильный Регион Какие-то Там У Тайваня Там Своя Отборочная Есть У СНГ Нет Своих Отборочных У региона Которая Там Ну То есть Тащил Первым Старик Просто Нереально Как бы И нахер Надо Допустим А я думаю Если был бы Какой-то Сигнал Толчок В этом направлении То это Быстро Все Пошло Быстро В кэшнурове Не поднимался Но Было бы Больше Зрителей И по чуть-чуть Все Крутилось Если Был бы Какой-нибудь Свой Точный Крупный Турик В СНГ Подобные Вот Ну Там ВЦГ Отборочные К ВЦС Допустим Какому-нибудь Короче Ребят Это такая В общем-то Долгая История Так Доты Это понятно Он тебе Текст Расскажет Стопудово Я лично Знаю про Доту Только то Что я В нее Играл В 2006 Году Что ее Сделал Айсрок И какой-то Там Чел И то Что Айсрок Да Они там Предлагали Близзам Они их Не поддержали Короче Вот Они ушли Айсрок В Валве А второй Чел В Riot Games Как бы Они сделали Не просто Доту А Доту И Лоу Две Популярнейшие Дисциплины На данный момент Две Блин Из одной ЕМС А эти Короче Жиды Просто все Просрали А потом Еще и судились Как бы С Валве Ну там Что типа Это наша игра Ну то есть Это ну Приколоться То есть да Сами как бы Ничего делать не стали Еще еще Потом пытались Что-то там Кому-то доказать Вообще Вот Ну короче Да Может Не там Не все Точно Описал Но как-то Так ГГ Нерж пишет Ребят Пришел Дью Термал Что за катки Вообще-таки Пока я расскажу Скилла У наших игроков Нету И поэтому Не будет В СНГ Больших Туриков Не Турики Появляются От скилла Минуточку А Скилл От туриков Короче Скилл От туриков Появляется Все наоборот Как бы Причинно-следственные связи Перепутались У тебя Ну и не только От туриков Конечно же Они появляются Этот скилл Зажравшаяся компания Не ну а еще Как бы капитализм Как бы кто-то То есть Ну Показатели игры Не то что Как бы людям интересно Не интересно Как бы А Сколько бабок Заработали Получается Да И в России Так сейчас Тоже происходит Там например Те же танки Да Которые Лезут Вовсюда Как бы Да Там Какие-то Даже в армию Вот знаете Что я люблю Ездить Там на авиацию Какую-нибудь Или там На танковый биатлон Рекламу свою Пихают Типа вот В танки Проиграл Поиграл Бля Там военным Стал Типа Тебе интерес Появился Да блин От Старкрафта Мышление В тысячу раз Круче развивается Как бы И кто Старкрафт тащит Это грамотные люди Они бы И в армии Пригодились Ну в основном Как бы Ну есть Дурачки Конечно Там Но Даже Если ты Дурачок Школьник Токсичный То это Не значит Что ты Тупой Как бы Ну и Под чьим-то Руководством Ты не можешь Грамотным Человеком Быть Вот А те же Танки Это просто Эти патроны Какие-то Хероны Это Бля Там В танке Ну И норм Люди Играют И вообще Дикие Жойстики Просто Полные Как бы Ну то есть А где там Киберспортивная Составляющая Там просто Нет Они пытались Делать Турики И поняли Что это Вообще Ни хрена Не успешное Направление То есть А проще Патроны Эти продавать Там Да танки Все Вот Такие дела Не ну Танки Че Понимать Здесь ничего Не надо Текст Там Просто Прикол В том Что Ну Есть Киберспортивная Игра Есть Киберспортивная То есть Blizzard Харстоун Умудрились Даже На киберспортивную Протолкнуть Хотя Как по мне Ну то есть Это Ну как бы Критериев то нет Как бы Киберспорт В чем Заключаться Должен Ну там Соревновательный Момент Есть Есть А сложно Это будет Не сложно Как бы Это уже Другой вопрос Stargraph Понятно Т1 До хрена Юнитов Ты все Строишь Ты все Контролишь В доте Понятно Такого Такого Напряга Нет Но там Командная Игра Там Именно В другом Напряг Очень жесткий Как бы То есть Все это Отработать Там Годы тренировок На это Уход Вот Я лично Я ни на кого Не наезжаю Там Знаете Кто-нибудь Может Обидеться Там Да Просто Ну Мое мнение Что так Как бы И Понятно Что все Всегда Можно Грамотнее Сделать Как Сейчас Есть Так И Есть По крайней Мере В Starcraft Free to play Хотя Ввели Да Вот И Ну Это Немножечко Игру Сейчас Подтолкнуло Как бы Как мне Кажется Другое Дело Ее надо Популяризировать Стараться По максимуму А как Ты можешь Популяризировать Игру Ну То есть Не Супер Популярную То есть Надо Вот реально Мое мнение Надо просто Заняться Регионами Разными Где в мире Населения Какого Живет И т.д. Поддерживать Местные Местную Движуху Как бы На близых Хотят Чтобы там На местах Все все Делали Как бы Там И т.д. Вы сначала Выделите Какие-нибудь Сами там Финансы Может Поддержите Я думаю Что у нас Тоже люди Взялись За такое Делали Я сам Запарился Как-нибудь Может И командам Какими-нибудь Это нужно Стало Например Еще Ладно Хорош Воду Лить Хорош Воду Лить Эту Всю Я Аж Еще Несколько Лет Назад Говорил Сделайте Вы Как В доте Зил Там Сапоги Разные И Впаривайте Их Ну В итоге К этому Все Пришло Понятно Потому что Это Эффективная Тема Если Ты в Старик Играешь Еще Тебе Не Купить Какого-нибудь Скины Не Поддержать Турик Покатать Самому Выбить Их Просто Все Даже Ввели Эту Ахери До Конца Не Продумали Ввели Такие Скины Что Они Там Мешают В итоге На Самых Важных Турнирах Запретили А Как В этом Смысл Игроки Видят Там Не Скилловые Что Например На Близко Они Скины Ага Им Хочется Купить Там Тоже Как У Какого-нибудь Чела Скин Допустим А Так Их Там Просто Тупо Нет Воздуха Состоит Она Из Воздуха Состоит Это Значимость Кому Эти Скины Нужны Будут И в Доте Все Это Денег Стоит Только Пока Она Популярна Не Будет Доты Как Бо Все И Никому Они Не Нужны Будут Абсолютно Это Все Картинка Просто На Экране И Информация На Сервере Там Так Что Поход Сильно Не Выспался Что За Запимделся Запимделся Ну да Ну это Такой Тебе Скажу Психологический Момент Бабок Стой Моего Кореша Например Он вообще До хрена В Доту Играл Сейчас Он играет Только Эту хрень Где Скиллы Меняются Это Там Все Я забыл Как Называется У героев То есть Любой Герой Любые Скиллы Может Выбрать Там Закомбинировать Сам Вот По фану У него Там На Сикера Руки Ножи Там За 30 С чем-то Тысяч Он говорит Можно Хоть Зачирить Куда-то Впарить Их Короче Нахер Они мне Нужны Они Тридцатку Реально Там Стоят Тридцатку Я говорю Поищи Там В магазе Можно Как Там Вот А раньше Они Вообще Не стоили Ничего Получается Здоров Култи А Ты Игровой Дизайнер Ничего Себе Ты Блин Даешь Култи Что-то Там На Войска Гуру Арктура Димагу Зашатал Ща Ваня Клем Будет Давай Давай Че Слушай Смотри Как Твой Друг Блай Идет По Другой Части Сетки Давай Устрой Нам Финал Култи Блай Блай Это Там Вообще Теплый Я думаю Он Пройдет Я Даже Короче Застримлю Заре Стримлю Все Короче Давайте По Игре Да Култи Может В финале Сблайм Встретиться На Го ФСК Это Будет Эпичненько Подчеркну Именно Уменьшительно Ласкательное Окончание Здесь Важно Так Сказать Так С Один На Один У Термала Меж Прибежал Тут Подгрызал Немножечко Я не знаю Как там Игра Начиналась Вы Сами Все Видели Но 17 Х Это Гаспу Стандартная Карта Кислотный Завод В итоге Нерч Выходит Роучи Гидробейлингов Вот В Линга Гидробейлингов Простите Роучи Гидробейлингов Или Плюток Какую-то Хрень Роуч Ворона Здесь Даже Нет Есть Роуч Ворон И Даже Возможно Нет Роучи Не строил Нерч Понял Что Они Не нужны 1 На 1 Грэды Делаются Чуть Раньше У Тирана Но Это Потому Что Нерч Ну То То есть У него Броня Раньше Коготь Позже У Тирана 1 1 Короче Делается Четвертая Хат Прабам 60 84 Польза Нерча Все Короче У Нерча Хорошо А ее Термал Пытается Прессинку Оказывать Надо Сканить Выбивать Крип Что И Происходит Дальше Что Четвертую Это Может Термал Отменить Может Вполне Нерча Так, ну тут Ютермал складывают, всё получается. Нужно забирать здесь, потери вообще он не понёс. Все 12 мариков и танк здесь живые. Дроп наверх, ещё одну четвёртую Ютермал собирается отменить, я смотрю. Так, ну тут не очень блокируют Ютермаловских юнитов Марики под ударом. Минус те Марики, короче, ребята. Из-под удара Марикам не удалось выйти, здесь какие-то дроны в Тулу ездят. На халяву Ютермал их всех пробревает, на халяву сбревает Крип. Слушайте, лимита больше Ютермала. Он побоялся зайти на третий, а ведь он не знал позицию юнитов Нерчёвских. У него здесь ничего не было, он бы нафиг там наубивал бы, много бы, очень много бы, но убивал бы сейчас. Если бы рискнул, но из-за такого риска СТ Бус до этого медикваком прожал, можно всю эту армию потерять иногда, поэтому в плане сейфовости и грамотности то Ютермал тут право бы, что отступил. Либо скан надо было кидать, а вот, ну, скан кидать не хотелось в пустую, вдруг бы там юниты были, но понял бы он, что там юниты и всё. Опять Ютермал заливает Мариков. Хорошо, хоть в этот раз не все погибли. А может быть даже энергии на скан не было Ютермала, но, судя по всему, он и не собирался этого делать. Всё, он уверенно назад отступил и всё. Так, копятся танки, вот такой хрень я не понимаю, но ЦЦ была в стенке, улетела она. Да закажи ты здесь, да похуй ещё, закрой ты стенку-то. Сейчас забегание придёт тут на корейском уровне, например, самом высоком тиранов зерги, одним забеганием, ну, игры выигрывают просто. То есть всё ровно-ровно идёт, бах, забежал, рабочий все сгрыз на второй, и всё. Уже не ровно всё пошло. Так, минус-овер. Здесь опять в районе 12 маленькие бегают. Ютермал всё отдал зачем-то. Медивак только один улетел. Ну, ещё термал-буст прожал. Ну, и то встал на месте, короче, минус ещё и медивак будет. Ну, чё это за контроль такой убогий? Чё, юнит неценный, блин, медиваки вообще надо копить. Четыре всего есть медивака. Девять ксм, кейте, здесь забежала. Погодите, как раз забегание, по-моему, сейчас и было. Девять рабочих. Я проморгал всё, извиняюсь, что-то я какой-то не очень внимателен. Сегодня шесть часов поспал. Как бы живу, но внимательность упала из-за солнца. Нерч идёт вперёд. Здесь прекрасно всё. Ютермал, оппозиция прекрасная. Мариков просто до хрена отгоняет нерча. Надо за планетарку заморфить. Короче, либо вы атакуете, либо дома. Кстати, лучше бы постоять, его было, конечно, проконтролить, эту планетарку. Так, здесь какое-то забегание в тылу на мариках идёт. Ютермал в это время выходит прямо на центр. Танчиками всеми мариков много идёт вперёд. Пять танков плюс био. Бейлинги закатываются. Вообще не могут докатиться. Я что-то хотел наверх поднять, а наоборот. Криво показал вам. Вот. Ну, тут Ютермал разобрал бейнов. 2-2 грейды подъехали. 3-3 пока не заказываются. У нерчаевский хайп есть. Он 3-3 может заказывать так же, как и Ютермал. Ну, и планетарка живёт в итоге. И уже загрейдилась она даже. Танчик тянованного вперёд игру. Здесь Ютермал сдерживает атаку на бейнов. Ядру тоже прогоняет. Полный медивак, кстати, юнитов летает. Ютермал заметил, разгружает всё здесь. Ну, и, кстати, вот с этого направления можно убить сразу две базы. Эту и эту. Ютермал это и хочет сделать, поэтому стабильно двигается сюда. Так, ну, марики на ХГ стоят. Новые танки. Две факты работают. Танков реально много становится уже. Вынуждает Ютермал нерча драться. 4 вайпера есть у нерча. Только они вышли недавно, буквально несколько секунд назад. И они только-только энергию начинают выполнять сейчас. Либо там нерча тыкал и не пополнял до этого. Ну, а в итоге потерял он центральную базу. Здесь это 4 КСМ-ки. Где погибло? Не знаю, на какой базе. На этой, наверное, забегание было какое-то. И теперь к этой четвертой надо идти. Точнее, ну, это резервная четвертая. Это, практически, пятая была по порядку муномера. Но сейчас она четвертой стала. Так, что ее термал делает-то? Ёма. Какой убогий контроль, а? Зачем он Мариков забирал медиваки? Понятия не имею. В итоге не всех даже успел разгрузить. Здесь вайперов поубивал аж. 3 из 4 убил. Убил 600, короче, газа в итоге нерчевских никуда. Продолжает ютермал здесь позицию удерживать. Ультралы идут, сливаются. Хоть и... А, нету вообще панциря уникальных. Тут Мариками можно их разобрать. Еще б ютермал был бы молодцом. Вот таким, чтобы 3-3 бы заказывал, так вообще было бы хорошо. Но он не заказывает апгрейды. К сожалению. И нерч пишет ГГ. Все равно. Панциря нет. Грейдов 3-3 нет. Двух-бас лишился. Молодец. Ютермал сильно давит. 2-1, уфервол. Не, ГГ написал. Нерч в этот раз. Бля, как все болит, а? Как у инвалида, а? Два дня сходил в турни-грусе. Вообще-то все. Жесть какая-то началась. Надо было поменьше делать первые дни. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так. Бандос, смотрите. Ах, да. Смотрите, какой у Ютермала клан. Надо Бандос 228 Ютермал. Та никнейм было брать. Бандос Ютермал. Субтитры сделал DimaTorzok. Два года перерыва пошел. 8, 10, 10. Так, я подтянулся. И теперь у меня все умерло. Коего. Вот, но это где-то... Где-то, наверное, сколько это... Почти в три раза меньше, чем максимум. Я долго ходил. Ну, пару-трое лет назад подтягивался. За один выход делал. Вот. Тут быстро, на самом деле, все это грейдится, если ходить регулярно. Опа, четко как неч. Рабочих-то вел сюда, ай, гранатка. И рипер улетел в итоге. Инъекции идут. Вторая королева готова. Здесь на скриптумор не читает. Лучше та инъекцию кинула. А, ну хотя здесь уже выйдет в эту же секунду королева, получается, еще одна. А на мейне не оставил королев, кстати, нерч. Ютермал не стал испытывать судьбу. Пролетел мимо, поконтролил все. Так, два циклона. Марики, погодите, а Старкорд есть? Не, нет, Старкорд, слушайте. А может, это два циклона? Ага, да, ребят, это сегодня... Сегодня соул подобной темой победил ману в ПВТ. Циклоны-гелики. А в ТВП, точнее. А в ТВЗ этот билд играется чуть по-другому. Два циклона. Гелики в холбатов вообще. Такие дела. Спиритноид? Какой спиритноид, не понял. Я вообще хочу потом в зал полететь. Мне уже несколько человек звали, причем в разное. У меня тут в Пскове много знакомых. Как бы, ну, нормальных тренера и кид-боксера там есть и т.д. Просто вот тогда, сколько это, уже года четыре назад было. Начал на кик ходить так, блин. Потом вынужден был, потому что сам, короче, не... Ну, голову не врубал и не знал, что нужно, короче, делать операцию на передней кистообразной. Вот эта вся хрень сбила, потом с ногой, потом, короче, хернёй занимался. А, Роман? Всё правильно, всё правильно. Надо гонять, конечно. Ребят, ответка от нерча заходит. Циклонов на изичах отбил с гелионами. Собаки с ровущими набегают. Ну, тут что-то как-то кривовато всё контролится. Циклон на вычинке здесь разбирает. Да я отходил-то там месяц. Ну, кстати, вот что удивительное, посреди с другими людьми, я не знаю, почему так было, но я просто давно уже бегать ходил там и просто на турники. То есть я всегда разминку на растяжку делаю, продышать, как бы, ну, то есть по-ёбовской этой методике, там, животом продышать всё, как бы, мышцы там. Ну, вот, и именно вот в плане руками до пола доставать. Ну, вот такая в целом растяжка у меня нормальная, самая удивительная. Хотя были периоды, когда я просто синеву жрал там и ничего не делал, как бы. Да и сейчас тоже норм, как бы, ну, то есть, конечно, после перелива чувствую, там, деревянную, это надо всё раскачать. Вот, тоже потому что, ну, дело такое. Мои друзья некоторые прям даже не то, что ладонями, а кулаками не могут до пола достать элементарно, ну, с прямыми ногами, как бы. Ну, я её так вот достаю тоже, даже чуть-чуть, когда там подразомнёшься. Причём даже когда я там, вот, помню, активно бегать начал несколько лет назад, всё вот это делать, у меня никогда замок сзади не мог достать руками, как бы, а я начал доставать нормально. Ну, то есть, ну, как бы, не как некоторые жорстики, но тут тоже, как бы, от особенностей зависит физиологически, то есть, у кого-то, кому-то тяжелее до пола, достать кому-то проще, ну, то есть, вот. Алкоголь, конечно, употребляю. Я и сейчас прям буквально в синеву сижу через клизму. Ну, короче, это, ладно, шутки шутками, гидра пришла, ребят, уже гидра здесь пришла. Гидра, роуч и реводжеры, слушайте, нерч здесь так опасно прессует, сейчас можешь сам отдаться, либо убить. Если заниматься-то, понятно, растянешь. О, банша падает, роуч и реводжеры, остались оба фаерболы, ютермал словил, вот, даёт. Не, ну, а тут нерч доминирует в этой игре, как бы, 58-42 по рабочим, ютермал тут еле живой. С эссеху третью добавлять, ну, хоть если дать время, то может ожить вообще. Эй, синева бывает, проскакивает. Последний год-то вообще жестко подвис на этой хрень. Сейчас буду помаленечку, ну, снижать обороты, точнее, даже не помаленечку. Так, эссеха перелетает, но там есть этот овер, который крипа налил. Нерч всё ещё здесь гидра и роучами своими. Так, циклоны пошли пробивать, а они сейчас просто на вторую резко урываются. Хеликами носуют, циклона минусуют. Фаерболы заходят, два циклона уже минус. Возвращается назад. Трёх циклонов убивать, которые тут пришли. Сзади, с третьей базы. КСМ всё окружили, надо кайтить, что ли, я не знаю. Опа, в это время Банша убивает 11 дронов одна. Но Банша сливается, а Ютермал 14 рабочих теряет. В итоге 40-51 и всё-таки у Нерча всё хорошо. 52-104 по-боевому. Сейчас вот только первые два танка заказаны, их нет. Короче, гелик... Три гелика, циклон, всё, что есть у Ютермала, в общем-то. Вот. Так что дело такое? Сливает Ютермал, у него бамбамбливает. Ну, у них у обоих бывает. Бамбливает, что Ютермала, что у Нерча. Пятую карту ждём. Сливает Ютермал. 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 что там в дописто переигровки кончились не ликвиды вообще всем насосали только ньюби убили LGD Optics LGD Optics LGD TNC короче у нас решать будет все прикольно прикольно так пильну-ка рекламу уже 70 аж минут не пилил я ее помните про отлоки подписаны на према ну и не забывайте поддерживать меня и мой канал 50 процентов средств идет поддерживаться ских на турнир наш московский посмотрите мы уже из десятки собрали 222 процента это очень-очень круто так что не стесняйтесь и далее поддерживать к его точно успеем и такими темпами до 14 апреля Блай отлетел на гуф войска от кого там Блай отлетел то от Радзуна да ну да ну ну Блай дает ща Култи Клема пробреет Клем Ваню убил блин и будет без Блая в финале что ли но еще Клема попробуй пробреет тоже с другой стороны Клем вообще не шутит ни хрена никогда так ну что пятая карта ребят пул первая у Нерча без газовой две собачки оббегают вокруг Блэк Пинк решающая карта 7 часов Нерч хат доделывается газ добывается заказана скорость собачкам снимается дрон из газа 19 тут на минералах вел бы там на вторую наверное блин а что они здесь делают то Липпер прилетел Ютермаловский а к нему две собаки прибежало вот он реагирует на них моментально уводит КСНку здесь есть Марик один на ХГ выводятся две новые КСНки ну и тут этого достаточно вполне чтобы отбиться причем без потерь Ютермал это делает все четко Нерча одну собачку отдал но это тоже абсолютно не страшно зато задержал ценой жизни этого линга ЦЦХу на секунд может 10 продакшен ее может чуть больше даже ну то тоже так себе на самом деле дэмэдж для Ютермала 10 секунд тайминг ЦЦХ избить так рипер регену риперу реген сбил королеву и заново ему надо восстанавливать сейчас все так ну и у Термалгелики в Старкорд тоже стандартно все достаточно хренаси какое странное распределение призового фонда на этом мажоре по доте самое мелкое за первое место из всех 370 штук баксов и на другие прям китайозы хитрожопы а какие хитрожопы вот китайцы нация знают что китайцы отлетят побольше на другие места как бы там на нижние ладно шучу на самом деле навряд ли это с этим связано но все равно необычно предговик лайт так рипер минус да и не факт что китайцы отлетят там конечно 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 так ну не шут газы на второй раз скачивают банша шатает ветерваловская без инвизная банша два дрона сбил он по моему или собаку дрона какого-то либератор на мейн залетает тут везде королева везде все четко везде все прикрыто и у термала мех пошел смотрите 1 и 1 грейды две армари вот они на второй базе стоят причем странно они очень поставлено то есть все на этими армар а хотя не почему странно здесь проход есть я что-то затупил я думал проход застроен вот эта позиция будет целба это приходит на 9 часов на третью здесь только королевы бэйна идут вперед и термал ничего не сплитит взрывается все сразу же мгновенно просто от бэйлинга короче пять дронов убил все потерял как-то так себе вообще размен получился в это время либерат еще на мэн залетел здесь банша на халяву прилетает и еще три дрона ветер мал забрал 4 красавчика 11 суммарно минус королева зашли и кокон с дроном забрал ну все очень четко и термал где сделал вся 364 при 3 цеха полетела уже два тура плюс гелик и 2 медивака чемодан карас сейчас погонят вперед но развивается и работает так а это чё не просто 17 дронов забыл про них не направляет просто никуда просто никуда вообще на четвертую на враг и в конце концов делай же что нибудь фига не рождает просто 17 рабочих забыл никаких то два там один рабочий 17 просто стоит их и все вот наконец он их увидел молодец 19 на мэне оставил остальные все он туда поехали походу так и здесь три лишних тоже получать здесь 47 вниз на направить тура плюс халбата у ее термала точнее у нерча получается нету ни бейлингов ни ядры вообще так королевы минусусти 103 122 ю термал уже танка 2 сюда привез просто прилетел турами и уже не уйдет отсюда ю термал гг марк пишет нерча у него но это походу у него бомбит таким образом то есть что он пишет типа гг и термалу жесть да просто жесть решил что убили да походу да он вообще просто забылся короче почему то я не знаю почему что он но что он и Так, ну что, какой у нас матч следующий? Заловил я тут кое-кого, одного бандюбу заловил я, бандита Это он, шуфтянул Так, спрашивает у нас Эмил, third place матч, матч за третье место То есть сейчас будет он спрашивать, мне тоже это интересует Ребят, наверное, да, не знаю Вообще, как бы осталось два матча, матч за третий финал Что именно будет сейчас, я не знаю И по репкам лили прямой эфир Видимо, по репкам, наверное, будет это все дело Вот Чарлик-то Чарлик-то еще из клана Ютер Малыш Клана Бандос Ладно, сейчас приду я, ребят Помните про Адлоки Подписывайтесь на Бремя, поддерживайте, меняй мой канал Все пойдет Из 50% Все Общих на призовой фонд Турика нашего Спасибо всем, кто это делает Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, нет ответа о том, что будет дальше происходить Так, погнали! Так, ну глупые споры, блин Глупый спор на самом деле Про АПМ Рабочих все могут забыть Просто это нормально Просто можно Это опровергнуть Если кто-то там С соткой будет тащить Но это все равно невозможно В принципе Да. Куда-то Эмил делся. За АФ кашел и не жмет кнопку. Куда-то эмил делся. 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 Так, здесь сверх ранее факторка у Соула. Ветермал сныкал рабочего. Я думал, что может он какой-то прокси Старпорт хочет заказать, но против билда, где все раньше, смысл прокси Старпорт ставить, я хз. Среагировал Соу, КСМ, убил Ветермалу все-таки. Бошлаться цеха. А здесь сейчас будет на лаву Старпорт перелетать и будет банша заказ. Среагировал Соу, КСМ, убил Ветермалу все-таки. Среагировал Соу, КСМ, убил Ветермалу все-таки. Среагировал Соу. Среагировал Соу. КСМ, убил Ветермалу все-таки. Среагировал Соу. 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 Так, ребят, извиняюсь, что-то отвлёкся там, посмотрел, свернулся, короче, и завис. Потому что сона ютермал, соул, ребят, игра идёт. Всё ещё соул пытается ютермала боншой нахарасить. Харасит неплохо. Ну как, 5 юнитов убил. Ё-моё, в ответку и термал прилетел, и соло просто боншу убил. Ну кого ты долбанишь-то? Выбивай ты, рабой. Да, мог бы сейчас прям выиграть, мне кажется, этой боншой у нас ютермал соула, но не выиграл. Но он и так плотненько так нахарасил. Потеря, правда, ютермала у самого повыше. Мог больше убить боншой, 100%. Нормально. Вот эта бонша прям на муе всех снимает, рабочих прикольно. И Мариков убивает неплохо ютермал. Делается стимус, ого, ребят. Скоро будет, кстати, готов он. У ютермала всё намного позже. Уже есть 12 юнитов, уже бонша подрезала. Но лопнуло в итоге. Здесь СЦЕХи нет, а здесь СЦЕХа есть при этом всём. Сейчас может быть атака от соло, она может быть опасная. СЦЕХи нет, а здесь СЦЕХи нет. Так, пошли марики на сплит. Короче, ютермал сидит, раскачивается по чуть-чуть. Чё у него? Третья СЦЕХа подъехала. У соула третья нет, соул копится. Соул выход собирается делать. Стандартный абсолютно расклад. Такс. Очень такой плотненький дроп, 4 медивака летит вперёд. Соул что, Рэнш Ксилнаги не знает, что ли? Ну чё за бред? Ну как можно лететь вот так вот прямо мимо Ксилнаги и вообще, короче, не запариваться на неё? Оп. Уезжает стройку здесь, соул, по-моему, или нет? Нет, смотрите-ка, разгрузился. Даже щиты у мариков доделались. Сбил сразу лабу с этими, со щитами. Но ещё один медивак тупо не долетел просто, по-моему. То есть, один медивак отдался. Здесь дроп, да, напрягает пока что, но... В целом-то чё-то плохо всё усовывало по лимиту, по-моему. Танки снизу достают до верхнего танка. Перетробует всё, соул назад опять теперь. Здесь выход идёт через центр. Пытается её термал принять. Принять не может. Викинг может построить какого-нибудь, я не знаю. Здесь атака в лоб. Минус танк. Марики уходят назад. Пытается соул... Кстати, дал возможность уйти своему вот этому дропу. Сейчас соул, и это хорошо, что дал. Такую возможность. Это чё за бред, в общем. У термала нет щитов, поэтому он несёт высокие потери при обороне вот таких вот выходов. И здесь опять, короче, движок какой-то напряг. Ну, щиты его восстановил, восстановил лабу, щиты заново заказал. Так, спадает танчик. И термал даёт бой. Щиты всё ещё не готовы. Полез Марик ими без щитов зачем-то вперёд, оказался в окружении. Но танки неплохо тут отгоняют. В итоге, короче, сливается чё-то соул, ребята. Грей через несколько секунд будет готов на щиты. Вот, кстати, интерфейс такой, что даже Грейт, что ли, не показывается? Да, не показывается даже Грейт. Всё, щиты готовы. Грейт 1-1. У термала у соула только атака, броня делается. Но у термала уже вторая атака наполовину готова. То есть у термала всё хорошо здесь, в общем. Чё им говорить. Ну, халяву, три танка размёс или два танка? Два танка размёс. Ну, халяву, соул и термала. Ну, и термала больше всё равно. То есть у него достаточно сейчас отбиться и всё. Танк перелетел. Дистанц майнинг уже идёт. Соул принимает весь этот дистанц майнинг, получается. Здесь друг напротив друга стоят. Соул либератором пытался танк выбить. Либератор ютермал сбил. Дробщик принимает, кстати, либерков, которые при росте идут. Остальных, кстати... Чей ютермал принимает. Остальных соул отвёл. Да я помню, Жоу, я не помню, потому что он турик какой-то выигрывал там. Вот. Я сам с ним очень много играл. И выигрывал, я помню, на отборочных МЛГ выигрывал Жоу на других туриках. И проигрывал ему, помню. У меня снова бомбило. Вот. Умер от его АПМа и в целом от его игры. Но на данный момент... Так, ребят, последний бой. 1-0 ютермал, ребятки, принял он соула. В данный момент с таким АПМом, как у Жоу, тогда игрок не сможет тащить уровень. Вырос очень-очень-очень сильно игры. Так, вошёл ещё хост один. Так, вон. Продолжение следует... 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 Так, ну что же. Финал оказался полным днищем каким-то, в отличие от предыдущих матчей, ребятки. Вот. В общем, что я могу вам сказать? Что я могу вам сказать? На сегодня я буду прерываться. Хотите смотреть Nation War? Смотрите Nation War тогда. Я их стримить не буду. Стрим идет с 7 утра, то бишь уже почти 11 часов. Опять же, я сегодня стримил DATAN, как и в предыдущие дни. Вот. Так, секундочку, текст перенесу. Я быстренько... Так, а здесь сколько? 2258. Вот так вот. Короче, у нас там ГУФ ВСК еще идет, но наши все вылетели. Что я хочу сказать? Завтра 2 апреля у нас такое завтра число. БТСЛ Корея. Придется Ривкина Пса перестримить, наверное. Больше я ничего не вижу, что завтра. Кстати, надо Юре написать. А что у нас там со Старлайном-то, ребят? Ну, БТСЛ Корея постримлю, видимо. Я не знаю, как там завтра будут дела обстоять. Я дома буду как бы днем. Вот. Доты завтра нет. В 7 утра, слава богу, высплюсь я, в общем. Вот. А Дота плей-офф будет 3-го числа проходить, кстати. Как там переигровки-то кончились все? Нет, 2 матча, кстати, осталось. А, 1 матч остался. ЛЖД ТНС за первое, второе место будет, получается, у нас матч, что ли, да? Да. Слушайте, а что, можно... Так, знаете что? Давайте-ка я выйду. Из старика, короче. Мы можем посмотреть чуть-чуть дотки, мне кажется, сейчас. Ну, сейчас топ-старт делаю. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!